Здравствуйте, Давид. Меня зовут Лейла. Моего сына зовут Микейл. Мы его коротко назовем Мика. Ему 5,5 лет. Значит, у нас такая проблема. Мика до сих пор не разговаривает. То есть говорит только на своем непонятном языке. На своем детском языке. И он знает некоторые слова. Частично он их произносит, но предложение не строит. Только говорит на своем языке. Проблемы мы у него заметили, когда Мике было 2 годика. И решили показать его к врачу-неврологу. И нам поставили диагноз. Синдром Аспергера. Врач направил нас к психологу. И через несколько занятий с психологом нам сказали, что Мика на 1,5-2 года отстает от развития. И у него есть момент аутистичный, но это не аутизм. Нам так сказали. Потом Мика ходил в детский сад. Полгода, 6-7 месяцев он ходил в детский садик. Он был неусидчивым. То есть преподавателя он не слушался. В группе он не занимался. То есть и дети сидели, что-то делали, занимались там. Рисовали, там картоны резали, всякие цветные. Но Мика этого всего не делал. Он только игрался с игрушками. Это происходило в Баку, в Азербайджане. Потом мы приехали в Турцию. Мы уже год здесь находимся. И здесь мы тоже ходили по всем врачам. К психологам, к неврологам. Даже вот два месяца Мика ходил в реабилитационный центр. Просто там из-за того, что были очень тяжелые дети, аутистичные тяжелые дети там были, Мика там не мог долго находиться. Потому что он видел детей, там эти вот жесты, манеры, вот эти вот страны. И он себя не очень хорошо чувствовал. У Мики есть гиперактивность. Он не усидчивый, не сидит на одном месте. Он все время что-то делает. То есть крутится, прыгает. У него иногда бывает, даже часто у него бывает агрессия. Еще Мик очень часто сам с собой разговаривает. Он даже руками делает непонятные жесты. Вот так вот стоит, вот рукой смотрит на свою руку, разговаривает. Вот такие вот вещи делает. Потом смотрит на себя в зеркало, разговаривает в зеркале, сам с собой кричит. Даже иногда он смотрит в зеркало, кричит. У него начинается ненормальная истерика. И истерика у него начинается, например, вот когда во время игр он играется с игрушками. Например, если ломается игрушка. Потом если, когда он делает конструкцию из лего, там что-то не получается, у него какая-то фигура не получается, он злится, начинает злиться, кричать. даже бывает такое что он бьет себе по голове кулаком вот так то берет и вот себе бьет по голове даже нас он начинает бить в этот момент ударяет нас но все эти записи мы вам уже отправили все эти записи у вас уже есть в тоже посмотрите вот скажите свое мнение вот как можно помочь ребенку чтобы он успокаивался у него агрессия очень последнее время у него очень так они нормальной агрессии кричит злится нервничает у нас всего всего этого нам говорили еще моторная аллалию про мику еще говорили о чем прошу помогите но микки уже скоро 6 лет ему исполняется через три месяца ему будет 6 лет ровно и уже по идее следующем году он же должен быть сходить в школу мы просто везде показывали его ну с двух лет с двух с половиной лет мы занимаемся некой везде показывали везде ходили и в садике и в реабилитационный центр ходили и к неврологам к психологам во всем врачам ходили нам никто не может помочь просто нам никто не ставит правильный диагноз даже если диагноз нам ставят то назначение лечение нам никто не назначает правильное у меня просто уже последняя надежда только на вас потому что мы все видео смотрели в ю тубе в очень многих детей вылечили и его спрашиваю помогите моему ребенку тоже у меня уже последняя надежда только на вас давит я вас очень прошу помогите но мы ждем от вас ответа спасибо